Добрый день, друзья! Голландский живописец, рисовальщик и афортист 17 века Рембрандт вошел в историю как один из величайших художников всех времен и народов. Главным в его творчестве был человек с его внутренним миром, переживаниями и духовным богатством. Непревзойденный мастер оставил нам огромное наследие – 600 живописных полотен, 300 афортов и 1400 рисунков, среди которых свыше 30 работ посвящено еврейской теме и реальным людям из еврейского квартала Амстердама, с которыми Рембрандт жил в тесном соседстве. Еще в родном Лейдене у Рембрандта в его богатом трехэтажном доме часто гостили евреи. С ними он изучал иврит и ветхозаветные тексты. Надписи на иврите встречаются и на некоторых его картинах. Из родного Лейдена Рембрандт переехал в Амстердам в 1631 году после признания его банкротом и должником. Все его имущество было продано с аукциона. В Амстердаме он поселился рядом с синагогой и домом, где позже проживал сам Спиноза. В то время Голландия после продолжительной освободительной войны с Испанской империей получила свою независимость. А провозглашенная Утрихская уния в 1579 году позволяла проживать в Голландии людям любой национальности со своими традициями и религией, за исключением католиков, поддерживающих испанскую монархию. Так Голландия стала спасительницей для гонимых испанской инквизиции евреев. Амстердам того времени часто называли Новым Иерусалимом. Еврейский квартал Амстердама первоначально заселяли сефарты, выходцы из Испании и Португалии, а во время 30-летней войны в Голландии поселились уже немецкие евреи – ашкеназы. Рембрандт дружил со многими жителями еврейской общины, в то время насчитывающей 400 семей. Особенно тесно он общался с главой местной общины Минаше Бен-Исраэлем, эрудитом, блестящим знатоком Торы, юристом, философом, полиглотом, владеющим десятью языками. Минаше был учителем молодого спинозой. Мейденский кружок – так назывались собрания интеллектуальной элиты Амстердама, проходившие в замке Мейден, где Рембрандт иллюстрировал произведение Минаше, книгу «Преславный камень» или «Статуя Навуходоносера», и где создал портрет Минаше «Амстердамский раби» и портрет в технике Афорта в 1636 году. После смерти троих детей и любимой жены Саскии, ван Эйленбург, Рембрандт остался с девятимесячным сыном Титусом на руках. Он еще больше сблизился с представителем знатной фамилии Буэна Эфраимом Хаске, выходцем из Испании, известным ученым, врачом, членом общества интеллектуалов. В 1647 году Рембрандт создает портрет Эфраима. Вместе с ионой Абра Банелем Рембрандт опубликовал несколько литургических произведений, сделал испанский перевод в «Салмов Давида». А с Авраамом Перейрой Рембрандт организовал ученое общество Тора Ор – «Свет Торы». Его новой спутницей жизни становится Гендрика, родившая дочь и заменившая его любимому сыну Титусу мать. Но смерть Гендрики и смерть сына Титуса добивает Рембрандта окончательно. Старый, бессил, полуслепой, всеми оставленный и забытый, лишенный заказов, одинокий, нищий Рембрандт стал еще более близок к еврейской общине и создал 15 портретов пожилых евреев. В этих портретах Рембрандт сумел выразить одиночество, тоску, чувство униженности и отверженности, которая так роднила его с евреями. Его последние годы материальную и духовную поддержку оказывал Равин. Картина благословения Якова с правой стороны – Аснат, жена Иосифа и мать внуков Якова. Аснат – воплощение чистоты патриархальных семейных нравов, святости семейного очага в еврействе. О еврейских матерях Рембрандт писал «Святые иудейские матери, сколько горя и скорби, сколько слез выплакали глаза ваши, сколько тревожных и бессонных ночей провели вы над колыбелью детей ваших, большие и выразительные, печальные еврейские глаза не могут скрыть тревоги и страха». В личной библиотеке Рембрандта рядом с Библией стояли иудейские древности Иосия и Флавия. Созданные Рембрандта в библейской композиции выражают столкновение темного и светлого в человеческой душе, подводят итог о смысле жизни. Ассух, Амана и Эсфи, падение Амана, Давид и Урия раскрывают нам сложные душевные переживания, демонстрируя торжество добра над злом. Портреты старых евреев, с которых смотрят на нас полные трагизма глаза, наиболее значительные шедевры с огромной психологической насыщенностью. Это портреты биографии, и они занимают наиболее почетные места в крупнейших художественных собраниях мира. Старые люди с устанными лицами выглядят духовно богатыми, многоопытными, сохранившими благородство и достоинства. Художник вложил в их образы всю свою огромную любовь и душевную теплоту. Рембрандт умер в 63 года в одиночестве и был похоронен в безымянной могиле. Лишь два друга не покидали его ни в богатстве, ни в бедности. Одним из них был аптекарь Абрахам Франсен. Он запечатлен на одном из афортов. После смерти Рембрандта его гениальные картины продавали за сущие гроши. И лишь через 130 лет он вошел в число наиболее почитаемых художников всей мировой истории искусства. С авторопортретов его последних лет глядят исполненные серьезности и важности и скорби глаза художника. Отражается душевная усталость от жизненной драмы. Живописная техника Рембрандта достигает невообразимого размаха, превосходя Тициана и Тинторетта. Рембрандт не превзойден никем из великих художников-портретистов всех школ. Поэт Хаим Нахван Бялик назвал Рембрандта великим нееврейским художником, который смог постичь еврейскую душу так, как никто из еврейских. А поэт Яков Кахан написал, Рембрандт, ты уверен, что в твоих жилах нет еврейской крови? Как же ты сумел передать возвышенную еврейскую душу на своих полотнах? Ты загадка для меня, Рембрандт. Ты чужой, но ты так близок мне. Равин Кук называл Рембрандта цадиком, то есть праведником. Судьба подарила Рембрандту славу и уважение, восхищение и богатство, потери и унижение. Его имя стало воплощением золотого века голландской живописи, олицетворением героического и блестящего периода истории своей страны. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин